Субтитры делал DimaTorzok От страха до пункта свободы Невозможно вложить все, конечно же, ни в один вебинар, ни в два Но мы сегодня просто благодаря вашим комментариям и тому, что вы скажете И что вас больше всего беспокоит Мы с вами просто вычленим и найдем те темы касательно страха Которые волнуют именно вас И проговорим и разберем это Попробуем разобрать по каким-то пазлам Насколько это возможно Чтобы вы уже понимали, как самостоятельно с этим работать Как относиться вообще к своим страхам Что это такое, почему они вообще появляются Естественно, я вам не могу обещать, что мы разберем абсолютно все варианты Но опять-таки буду отталкиваться от вас Поэтому ваше участие мне очень важно Когда бы я не была говорящей головой И не рассказывала, а вот бывает Бывает все Пока опять-таки вы собираетесь Музыка на моем фоне мешает Сейчас, ребята, пропаду и попробую брать Не знала, что у меня есть музыка Друзья мои, вижу, что уже достаточное количество Чтобы все-таки задавать вопросы Скажите мне, пожалуйста, с чем ассоциируется страх именно у вас? Почему эта тема зацепила именно вас? Почему вы здесь? Буду читать ваши комментарии И сразу же проговорим какие-то самые основные пункты Вот прям я задаю себе вопрос Почему я здесь? Почему я подключилась к эфиру про страх? Подключился Какой для меня страх самый актуальный? Что для меня в этой теме, что меня цепляет? Тема страх Как страхи проявляются Самое большое количество комментариев сегодня Перед я просила Написать в личку Написать, какие именно темы вас именно интересуют И самая популярная была тема Страх публичного выступления И страх публики Оказаться в центре внимания Страх терять людей Так То есть это страх расставания Уточните, пожалуйста, страх Терять это страх перед смертью, когда люди уходят Или это страх расставания любого Тем, кто присоединяется Напоминаю, что это про страхи Я задаю вопросы Какие у вас самые главные темы Страх пролететь, сесть в лужу Это хорошая история То есть это как что? Опозориться? Надо уточнить, да? Потому что страх пролететь, сесть в лужу Это хороший образ Ну что это значит Если я прям при всех сажусь в лужу Или это просто перед самим собой Уточняем Это разница Страх тормозит, меня очень отвлекает Забирает энергию Да, это уже, Ёночка, ты как про проявление Пошла говорить Это важный момент Сейчас будем чуть-чуть подальше смотреть Как это проявляется И что именно Как это отражается На теле и на наших поступках Да, страх расставания Поняла Это очень у многих Очень понимаю Я думаю, что какой-то процент у него абсолютно здоровый Страха Будем тоже поняла Будем рассматривать В последнее время очень актуальна тема страха Страх нового оказался мощным Страх перемен Страх освоения нового пространства Страх быть ненужной И оказаться не в своей тарелке Страх родить нездорового ребенка Ух ты Тоже хочу уточнить Есть какие-то основания конкретные, физиологические То есть есть опора на какие-то данные Или это просто страх родить нездорового ребенка Тоже буду смотреть, разбирать Страх менять жизнь Скажите мне, пожалуйста Если мы говорим про страх изменений в жизни Тоже хочу уточнений Скажем так В каком направлении Менять жизнь вообще Тотально не иду, не знаю куда Ищу то, не знаю что Или это какое-то Я примерно понимаю, как у меня изменится жизнь И я боюсь туда шагнуть То есть тогда это какие-то более конкретные страшки Потому что это тоже разница Вообще изменений Или я точно знаю Вот если я вот это сделаю Я очень этого хочу Но я дико боюсь И тогда у меня будет что? Чего я конкретно боюсь? Так, пробежали Перед самим собой Ага Это интересно Перед самим собой Если это перед самим собой Эта история получается Про непрощение Себя в чем-то Про непринятие себя в чем-то Про Какую-то историю Связанную С недоверием Себе Если я себе не доверяю, то тут нужно, опять же, будет очень много чего копать и смотреть. Мы наверняка затронем эту тему, но я не уверена, что мы сможем ее сегодня глубоко проработать. Там прям корни. Надо вынимать потихонечку, и все сразу не нахрапим. Страх равно тревожность перед будущим. Страх будущего очень понятный всем страх, я думаю, всем присутствующим. Вопрос только в его... Если я вам скажу, что вот у вас есть шкала, и вы от 1 до 10 готовы оценить этот страх будущего, да, сколько будет баллов? Алин, сколько у тебя баллов страха тревожности перед будущим от 1 до 10? Посмотри, насколько это именно оно, или там скрывается за этим что-то другое? Про нездорового ребенка есть образование дефектолога и статистика по возрасту 41 год. Со статистикой я сильно буду не согласна лично, даже я, да, мне тоже 41. Это страхи очень сильно навеяны, если вы здоровы, если у вас есть ощущение, что вообще жизнь только начинается, что на самом деле очень лично мне отзывается, и людям в моем окружении, которые развиваются бесконечно, у которых никогда не останавливаются, которым больше всех надо, у которых как будто все время ищут какое-то ощущение солнца внутри, да, то эти страхи, они очень сильно надуманные, плюс прилипшие от наших родителей, да, то есть у нас, если мы все вспомним бывший советский период, то старородящее начиналось, если я не ошибаюсь, даже раньше 30-ти. Поэтому, знаете, вот эта история про старородящих женщин и про то, что все пропало, и куда-то смотрела, чем-то занималась, и прочие-прочие мамины, бабушкины истории по роду, это, конечно, не может у нас не отразиться, значит, нужно работать конкретно еще с этой программой, это программа, которая в нас торчит, просто как шпиль, ее надо тоже аккуратненько вынимать. Так, страх смерти, он базовый для всех, насколько он силен, каким образом вы его чувствуете, насколько, каким образом он проявляется в вашей жизни, в течение месяца, в течение недели, в течение дня, упираетесь ли вы в этот страх свободы, тоже, если мы смотрим шкалу от 1 до 10. Насколько он силен прямо сейчас, или это более философская история? Изменение равно неизвестность, страх неизвестного глобального и в мелочах. Изменение равно неизвестность. В любом случае, вся жизнь для нас это неизвестность. Если мы думаем, что мы что-то знаем про себя, про завтрашний день, как мы прекрасно понимаем, что может все очень неожиданно измениться, значит, соответственно, работать тут, в данном случае, со страхом неизвестности, нужно из постоянной практики момента сейчас. Я себя погружаю в этот момент сейчас, либо, наоборот, не погружаю, а просто бужу. Как будто мне только что кто-то дал пощечину, и вот такое состояние, я как будто проснулась, и все внимание в тело. Только это желательно сделать не бить себя каждый раз, чтобы оказаться в моменте сейчас или кого-то другого, просто в момент проснулся здесь сейчас, как будто я чувствую все одновременно. И пространство, и воздух, и собственное тело, и собственное дыхание, и собственное биение сердца. И вот этот момент, что жизнь прямо сейчас идет как будто сквозь меня, вот кому-то это поможет. То есть если сейчас больше всего я вылавливаю про изменения, про будущее, в том числе уже как конечная история про смерть и как про переход, давайте сейчас прямо сделаем маленькую практику, а потом я буду читать дальше, и остановимся на чем-то более конкретном. Было бы здорово, если бы у вас не было мешающих звуков, но если эти звуки есть, пусть они вам помогут именно войти в этот момент сейчас. И практика mindfulness или как угодно осознанности и истории про здесь сейчас, я думала, уже наслышана много-много раз. Теперь давайте-ка берем из какой-то философской части, привнесем ее в практику, в быт. И если сделать глубокий вдох, можно прикрыть глаза, можно остаться с открытыми глазами. Мягкий-мягкий спокойный выдох. Сделать еще один глубокий вдох. И на втором мягком выдохе я как будто отслеживаю, как он истекает. Вот приходит такое интересное слово. Каким образом дыхание я отпускаю. Заодно затронем это расставание. Я, в общем-то, расстаюсь каждый раз со своим вдохом через выдох. Я живу. Это моя жизнь. Я вдыхаю. И моя жизнь балансируется через выдох. И пока я есть внимание, пока все мое внимание сконцентрировано, например, на дыхании, и я не пропускаю ни микрон, ни миллиметр, одну сотую миллиметра этого движения. Я все-все-все-все-все замечаю. Я полностью сконцентрирована на этом процессе. И теперь попробуйте включить момент дыхания. Если я теперь открываю глаза, если они у вас закрыты, приоткройте глаза, и попробуйте остаться внимательными к этому дыханию, вы еще включаете звуки вокруг. И включаете как будто бы ощущение воздуха, как будто бы вы могли бы сейчас его рассмотреть. То есть через расфокусировку зрения вы полностью расслабляете глаза и переводите внимание на воздух. Как я чувствую и вижу воздух? Через расслабление, не через напряжение. Рассматривала ли я когда-нибудь воздух? И сразу, возможно, появится чувство. Может быть, у кого-то это будет как более плотное пространство. У кого-то будет ощущение, что еще более внимательнее становлюсь, как будто еще как-то меняется, еще больше палитра ощущений становится. Если не получается, это не страшно. Просто пробуйте через расслабление впустить еще больше еле-еле заметных ощущений через расслабление. Не стараюсь, не давлю себя, не заставляю. Дох, выдох. Дыхание при этом течет. Если я в таком состоянии, очень внимательным, дышащим, переношу внимание на любой тот страх, например, который я только что прописал. Тот страх, о котором я только что рассказала. Где он в теле? Где этот страх рождается в теле? Где я его ощущаю? И в теле ли он вообще? Или он как будто бы приходит извне и уходит? Будет то страх изменений. Как я его ощущаю, этот страх изменений? Может быть, он начинается с кончиков пальцев. Может быть, он сразу как будто чуть сжимает живот. Насколько он приятный, волнение бывает, насколько он неприятен. Страх не бывает приятным. Да, это разница между волнением. И чем-то, что у меня, какой дальше приходит глагол. У кого это придет, да, возможно, сейчас подскажу. А вы смотрите, как у вас скручивание, сжатие, душит, сдерживает, оттаскивает, обездвиживает. Смотрите, у кого что отзывается сами. И если я сейчас усилю чуть-чуть больше, еще его на 2, 1, 2 градуса. И я прям поиграю с джойстиком, а теперь уменьшу его. И теперь я прям резко его, как будто бы этот джойстик отправляю к точке 0, к единице, к нулю. Как меняется состояние тела? Тело помнит абсолютно все. Тело помнит и когда увеличивается, джойстик бежит на плюс по шкале. И тело прекрасно помнит отсутствие, полное отсутствие страха. Потому что мы с ним не рождаемся. Если мы не берем какие-то паст-паст-лайф истории, но сейчас я не буду их затрагивать. В любом случае мы появляемся совсем в другом, но ином состоянии. В детстве мы другие. И снова чуть-чуть увеличьте. Дайте себя ощутить, когда я играюсь. Вот прям сейчас играюсь, выясняю этот механизм. Увеличиваю. Тогда, где усиливается давление, что происходит с умом. У кого-то он начинает, наоборот, что-то там бежать, какая-то мысль начинает пульсировать. У кого-то просто, возможно, утупение. У кого что. И снова кидаем этот джойстик, бросаем, выключить. И дышим. Ваша задача – заметить разницу. Кто сейчас уже нашел и определил точно, как меняется состояние тела, я попрошу, не теряя внимания внутри, записать это в комментарии. Кто еще ищет, продолжайте искать, прислушиваться. Играйте с этим джойстиком. Вверх-вниз, вправо-влево. Как ощущать себя сердце, какое сердцебиение. Если я увеличиваю страх, уменьшаю. Мы прям с вами натренировываем вот эту мышцу изучения механизма, как он воздействует на тело. Если мы как минимум знаем его досконально, его проявление в теле, мы сможем сами его регулировать. Поддаваться, либо не поддаваться. Когда мы видим, что от нас очень многое зависит и мы можем регулировать, мы таким образом снимаем некий драматизм этого страха и перестаем верить в него, как, не знаю, в Иисуса Христа. Потому что самое тяжелое, это когда мы этому страху верим, что он реален и что его проявления настолько сильны, что могут нами манипулировать, и мы поддаемся. По сути, это игра в поддавки. Ее можно так в это поверить, в эту игру и раскочегарить, что мы доводим себя, например, до каких-то фобий, да, доводим себя до, скажем, например, до какой-нибудь панической атаки. Слава богу, далеко не все. Но все равно это такие очень неприятные штуки. Тасик. Менять жизнь, переезд, воспитывать ребенка одной, жить первое время с мамой, поиск работы, школа, это старо-прежние сообщения, ага, поняла, прокомментирую попозже. У меня остановилась лента, поэтому я много, наверное, что пропустила. Чудесно проснуться и почувствовать себя в моменте. Хорошо, Юляш. В горле ощущения. Он перехватывает дыхание, отлично, и двигаться мешает, именно себя не чувствуешь в страхе. То есть я все образы правления вручаю страху, верю в него, что он очень реален. И, естественно, каким образом, если бы вы, например, вступили в драку с каким-то врагом, и у вас нет оружия, да, ваш враг... Что он сделает, да, если у него есть голые руки, что сделает? Лишит вас каким-то образом, обездвижит, и лишит вас возможности дышать. Правильно? Страх делает абсолютно то же самое. Если мы сейчас попробуем, посмотрим на него, сейчас дам эту практику, как на метафору, как на образ, посмотрим, что мы можем сделать, когда он подступает и не дает нам дышать. В прямом смысле слова, да, тело реагирует, как на реального противника. Сжатие в горле и животе и расслабление. Отлично. Именно так. То есть на физическом уровне можно, да, если это не край, не пик панической атаки в этот момент, то мы можем это регулировать. Не могу почувствовать, где страх. Просто пока наблюдаю, пока смотрю. Сейчас, может быть, следующее упражнение Ирина поможет. Без страха мягкость, со страхом зажим. Все точно, отлично. Приветствую. Вибрации по ногам и внизу живота, когда представляю этот страх, но на минимум не удается поставить. Пробуйте, прям сейчас экспериментирую. Если я представляю это, и когда я не могу поставить это на минимум, это значит, что я не хочу в этот момент сдаваться, да, прям, сдаться этим ощущениям. Не хочу в этот момент расслабиться. То есть у меня не получается в этот момент расслабиться. Если вы сейчас чувствуете вибрации по ногам и внизу живота, попробуйте сделать глубокий вдох и выдох, и позволите этому вибрации быть, и не сопротивляться, и не пытаться ее уменьшить, а просто прям сдаться, как I give up. И посмотрите, что тогда произойдет. Я постараюсь сохранить эфир, посмотрим, как удастся. И сейчас предлагаю делать еще вот такую штуку. Давайте с вами... Сейчас дочитаю. Предплечье, зажим, подергивание, горло сдавило, в груди сжало. Вот все вот эти вот штуки, все вот эти прекрасные ощущения, в кавычках, вот прямо сейчас давайте играть. Вот я это ощущаю. У меня может произойти любое событие. Я могу сидеть на каком-нибудь собрании, совещании, и что-то произойдет, что меня невероятно испугает. Мое собственное ощущение в теле может меня испугать. Какое-то вдруг начнется сердцебиение. Меня это пугает, и сердцебиение усиливается. Верно? Может произойти какая-то нелепая ситуация, да? Как кто-то прошел похожий, и вдруг вот этот человек, просто будучи похожим на кого-то из плохих, тяжелых воспоминаний, может дать ощущение, о, боги, что же происходит? О-о-о-о, да? Вот это вот ощущение внутри мы прямо сейчас обнимаем. Вот как сделать так, чтобы я на это ощущение смотрела не только изнутри и проживала его как кролик перед удавом, а как сделать так, что есть какая-то другая высшая часть меня, прошу прощения, сознательная часть, какая-то мудрость моя, моя мудрая часть, давайте так назовем. И она может взять и заключить в объятия все, что боится сейчас, все, что наблюдает этот страх, все, что пытается, голову, который пытается простроить, что нужно делать, какой ужас, я такая не должна быть, я должна быть другая, это вообще невозможно, почему это вот это все... Вот это все состояние, увеличивающаяся скорость, скорее всего, многих, вот этот весь суп. Мы берем и обнимаем этой мудрой частью и переводим внимание на ту самую мудрую часть, ресурсную. Давайте попробуем. Я пока почитаю. Вы сидите, прям пробуйте, меняйте фокус внимания, вы меняете фокус из ощущения в теле, мне страшно, вот он страх, и меняйте, где эта мудрая часть, где это ощущение, которое может отстраниться и обнять все, что внутри дрожит. Испуг за рулем каждый день, кто-то обязательно вылезет на дороге. Да, и это нужно, естественная реакция, главное, чтобы этот испуг у вас не длился потом в течение часа, двух и трех. Мы, естественно, на дороге постоянно попадаем в какие-то, на сбок, в общем, более-менее безопасные ситуации. Мы можем моментально отреагировать и отпустить, да, и выдохнуть, и почувствовать этот выпрыг, да, что это такое? Это адреналин, который впрыскивается дальше, вверх по телу, прям распространяется. Когда я чувствую этот взрыв адреналина внутри, естественно, меня какое-то время еще чуть-чуть потрясет. Я не сопротивляюсь, я не пытаюсь это задавить. Я дышу и обнимаю все, что есть сейчас. Напишите мне, пожалуйста, какие ощущения, получается ли найти, скажем так, растождествиться, ощутить эту мою мудрую, любящую часть, которую меня готова обнять в этот момент и принять все мои сотрясения внутри. То есть быть как будто взрослее и больше и сильнее, чем та часть, которая перекрывается дыханием и боится. Научиться наблюдать. Это наш вообще ключ практически ко всем переживаниям жизни. Я думаю, не практически, а ко всем. Так, 50-50, что это значит? Расшифруйте. 50-50 уже очень хороший, между прочим, результат, если я правильно это поняла. Еще раз попробуем последний раз, да, вот это упражнение. Снова попрошу вас, если, возможно, у кого-то уже пошло ощущение страха на спад, да, попробуйте у тех, у кого это пошло на спад, еще увеличить градус, да, вспомнить или сейчас прям подыграть страху, дать себе сжать горло, дать сжать солнечное сплетение, как будто мы мысленно чуть-чуть ускоряем бег сердца, чуть-чуть, капельку, да, не переусердствуйте, по чуть-чуть, безопасно, наилучшим, наивысшим образом. Усиливается история, да, холодеет, возможно, немеет что-то в теле. И потом, как переводим внимание с ощущения в теле в этот момент, позволяем всему этому происходить, и как будто бы отходим в сторону, в наблюдательную позицию, и что-то, какая-то часть меня может очень мудро и спокойно отреагировать и обнять, да, вызывайте эту мудрую часть, она есть у каждого человека на свете. Нечто, что понимает, видит и наблюдает, нечто, что точно может отследить дыхание. Сложно обнять, страх словно нарастает, градус как будто растет. Значит, когда страх растет, есть еще один способ. Попрошу сейчас, Аюночка, почувствовать стопы прямо сейчас, в каком бы, где бы они сейчас ни были, под попой или на полу, висят ли они, стоят ли они. Тело, естественно, будет не давать расслабиться. Что происходит, да, если появляется страх? Он очень часто путается нами, как бей-беги, тот самый-самый изначальный страх, который дружит с амигдалой в нашем мозгу. Амигдала говорит, все пропало, и запускает процессы очень резко. Если это страх, который потихонечку, потихонечку, такой старый, проверенный, который как змей практически вползает и через наши мысли потихонечку меняет наше состояние, скажем так, в этот момент, да, ваша задача, если вам сейчас не нужно бить и бежать, а вы понимаете, что это страх чего-то неизвестного, какого-то непонятного будущего, вы снова переносите себя в момент здесь и сейчас. Как мы это делали? Через дыхание, через ощущение, что сейчас только что проснулось, брызнули ледяной водой в лицо. Да, когда резко обостряются ощущения, я живой, я живая. Когда прям на секундочку все цвета становятся сильно ярче. И вот в этом состоянии я уже понимаю, что я уже не есть страх. Я уже есть тот, кто наблюдает, проснувшийся. И есть параллельно что-то, что продолжает меня подпиливать, да, ветку, на которой я сижу. Пробуйте, рассказывайте, получается ли. Вот это растождествление мне очень важный момент здесь и сейчас. Вот это жизненность прямо сейчас. Вот она я прям. Тело вдох, тело выдох, чувствую вкус во рту, вкус слюней даже могу почувствовать, обратить внимание, чувствую какие звуки, чувствую запахи, что сейчас воздух такой, разряженный, собранный, какой он. То есть мы переводим внимание на что-то вокруг. Я могу описать точно, что я вижу. Я вижу розетку, да, я вижу шнур, он помятый. Я вижу, я могу прям описать и переключить внимание на что-то, на цветы, на лепестки, засохший цветок. Могу точно включить что-то в свою жизнь, помимо вот этого заполняющего, заползающего ощущения. Устаешь напрягаться страхом, отпускаешь просто, расслабилась. Гениально. Тело не даёт. А, да, и тогда устаёшь. Правильно, да. Что ещё, ребята, расскажите ещё ощущения. Какое ещё состояние? Вы дайте мне циферки, вот по шкале. Нужно уже давать резко практики подъёма духа и прочего. или пока повременим, ещё поупражняемся. Пишите о вашем состоянии, чтобы я понимала, чтобы не было очень... от одного до десяти. Что чувствуете прямо сейчас? Как дышится? Прямо сейчас. Как ощущаются стопы? Сейчас. Где ваше внимание? Насколько голова забирает в раскручивании каких-то историй или есть возможность посмотреть, отстраниться и включить ту часть, которая наблюдает. Как будто бы есть часть меня, которая всегда готова быть и констатировать, что ли, всё как есть, без всяких эмоций. Гениальный наш наблюдатель, о котором я прям в каждом эфире рассказываю, и в каждом эфире мы делаем с ним упражнения. Про страхи полётов. Поняла, если успеем. Надо на подъём духа, да, а то силы из-за страха уже кончились. Поняла. Чувствую, как же сильно я срослась с этим страхом. Ну, на то он и страх очень хитрый и прям манипулирует нами. Итак, давайте сделаем вот такое упражнение. Я вас сейчас попрошу, отстранила бы сигнал. Интересно, пропало? Давайте ещё раз. Конечно, сложно заново переживать, но мы хотя бы хоть на каком-то градусе это с вами пробуем, да, поэтому хоть на маленьком градусе, но что-то можно потренировать. Давайте вот как попробуем. Сейчас представляем себе, что любой мой страх, какой бы он ни был, мы его сейчас просто отодвигаем, чтобы рассмотреть его как нечто, да, пускай он у вас примет какую-то форму. Можно закрыть глаза и представить себе, например, страх полётов, да, на что он похож, как что это, как человек, как нечто, как облако, как какой-то звук, как некий цвет, да. Вот просто визуализируйте эту штуку и попробуйте её рассмотреть. Очень спокойно, на расстоянии, да, рассматриваем. И как бы странно эта штука сейчас не выглядела, давайте зайдём как будто бы с другой стороны, со спины и посмотрим на самую положительную её часть, позитивную её часть, которую нам никогда раньше не было видно. Что хорошего в этой штуке, которую вот каждый для себя определит и увидит? Если это как образ человека, окей, загляните за спину и прям почувствуйте, догадайтесь, что первое придёт в голову, что хорошего. Что эта штука, не хочется говорить ещё раз, страх буду называть штукой, что эта штука вам даёт? Чем помогает? От чего оберегает? Как вам подыгрывает? Если я не боюсь, не увеличиваю её в размерах, а так смотрю, как прям, глаза в глаза. И смотрите, что приходит, прям первые слова, да, жду, жду от вас каких-то комментариев, что пришло, в чём прелесть, как это не смешно, в чём сила, что хорошего в моём страхе? Вот такой странный вопрос. И дышим. Мы это всё проделываем, мы дышим, мы при этом чувствуем стопы, мы при этом чувствуем сердце, мы при этом запускаем огромное количество света, вот прям так же визуализации в свой организм, да, в своё тело. защищает, вот именно, вот именно. От чего защищает? Если, например, я боюсь публичности, я боюсь выйти в центр, на сцену и рассказать что-то о себе, защищает тогда этот страх. От чего? Представила, что страх – это чёрное облако. Отлично. Что там внутри этого облака? Что хорошего прячет эта чернота? Невнятная бесформная фигня тормозит меня и учит преодолению. Окей, тоже хорошо. Притормаживает, чтобы что? Потому что я несусь, и мне хорошо немножечко притормаживать. Смотрите, где здесь опять-таки перебор, да? Важно, чтобы у страха не было всех пободьев, чтобы он не манипулировал, то есть хорошо дружить с ним, да, и понимать. Не получается. Можно попробовать… Главное, чтобы… Если есть какая-то картинка, с ней всегда можно поговорить и подружиться. До неё можно так пальчиком дотронуться и спросить. Первое, что идёт на язык, первое слово, которое появится, это будет ваше подсознание, которое вам подсказывает и делает вот так. Прямо, если я расслабляюсь, не пытаюсь что-то изо всех сил увидеть условия… На месте я слышно, пропадает связь, кажется. То есть я через расслабление я позволяю себе выдохнуть и посмотреть на то, как всё есть на самом деле, да? Дотронуться и спросить, ты чего ко мне пришёл? Ты меня от чего защищаешь? Если, предположим, я боюсь родить нездорового ребёнка, опять-таки, от чего меня защищает этот страх? Есть ли у вас ощущение, что это страх, который может послужить отличной отговоркой? Например, я вообще боюсь стать мамой или я очень долго откладывала эту тему и теперь я так боюсь, что у меня вот есть прекрасная отговорка, вот я и, собственно, наверное, и не стану. Например, да, я пока фантазирую, я не говорю, что это обязательно именно у вас так. Просто смотрю, каким образом это можно рассмотреть? Я посмотрела, как бы, с земли, но ни от чего не защищает. Это если про полёт, да всегда от чего-то защищает, надо сказать, да? Всегда, почему-то, всегда, если мне не даёт что-то сделать, это всегда про что-то, подсказывает. То есть, например, если он даже не совсем, кажется, ни от чего не защищает, он точно вам подсказывает. Например, может быть такая подсказка. Ты так боишься, да, какого-то неконтролируемого состояния, как, например, нам кажется, что полёт, это мы не контролируем, когда мы на колёсах, это вроде как можно затормозить, это мы контролируем, а в самолёте лететь, это, значит, совсем бесконтрольно, как будто бы, да? Понятно, что это обман, понятно, что головой мы это понимаем, но в тот момент, когда мы думаем, что мы что-то контролируем, этот страх говорит, а посмотри-ка вообще, что ты вообще контролируешь в жизни, а можешь ли ты почувствовать и разглядеть, что на самом деле вообще ничего не контролируешь, хоть и думаешь, и что не пора ли нам учиться вот этому доверию, ощущению, как это доверять в самых обычных земных делах ещё до того, как я на самолёт решусь сесть. у меня образ чёрного дыма в стеклянной колбе, а хорошее, это если выпустить дым, будет красивая ваза, такие образы пришли. Ирина, классно, очень красиво и очень, на самом деле, чётко. То есть мне почему-то страшно встретиться с этой красивой вазой внутри ли себя или с каким-то делом. Если я выпущу этот дым, например, как часто бывает, что мы очень боимся каких-то своих проявлений, как говорят, тень, тёмная сторона. Если мы очень боимся своих проявлений, мы не позволяем себе полностью вообще жить, проявляться. Если мы не позволяем себе полностью проявляться и жить, мы не... тормозим, что ли, процессы, события, врём себе во многом, не позволяем себе дотронуться до того полного счастья, до своей какой-то, например, творческой энергии, которая нам дана не случайно. И наша задача получается выпустить этот дым в жизни. Потому что тогда только я приду к этой своей вазе, если это метафора. Боюсь стать мамой, боюсь физических недомоганий, боюсь родов. Я бы поработала здесь отдельно, да, я бы посмотрела, это вам нужно решить, как вы это проделаете, с кем вы это проделаете. Здесь надо смотреть вообще про какую-то боль и с чем связано материнство. То есть, где прям взять листочек и прям расписать по поводу любого страха, сесть и написать, чего я боюсь на самом деле. Этот вопрос на самом деле меня не раз спасало, спасало огромное количество людей, с которыми я работала, чего я боюсь на самом деле. И под, например, словом беременность или стать мамой вырастает неожиданный список. Вы можете даже писать левой рукой, если хотите, чтобы вам как можно меньше мешал ум. Первое, что идет, без вообще оглядки, не бойтесь даже, если пишутся какие-то очень странные, глупые, на первый взгляд, слова, пишите все, что идет, потом рассмотрите, увидите закономерность, увидите, что там спрятано. Ну, это очень надо прописать. Оно там прям сидит, и поэтому наслаивается роды, кесаревые, страдания, и недомогания, и вот программы, возможно, мамы, программы, возможно, подруг, и, возможно, кто-то терял там здоровье сильно, или там, не дай бог, детей, да, из близких. У меня, я могу сказать, что я тоже прошла через такую штуку, у одной моей любимой подруги случилось такое несчастье, я это долго проживала, и не знаю, надеюсь, что конечно, все выкорчевано, и все, я успела разглядеть и рассмотреть, но когда ты видишь, как это проживает близкий человек, и когда ты не можешь помочь, очень много страхов залезает внутрь, да, и на прекрасной почве они прям прорастают, успевают. Поэтому хорошо брать их, рассматривать, и говорить, ты что пришел, ты мне что хочешь показать, ты меня зачем пугаешь, на какую именно почву ты садишься, может быть, именно на страх взросления, на страх, я еще сама не успела насладиться собственной жизнью, а вы мне тут, какие тут дети, тут очень много всего может быть. Вот, вы именно точно передали мои мысли в полете, если я вижу чистое небо, мне спокойно, как только залетаем в облако, все, трясусь, мокрое, впадая в истерику. С этим есть, когда очень сильное прям такое фобическое нападение страха, я думаю, тогда можно просто опять-таки ребята прорабатывать индивидуально, это вполне себе психологическая штука, которая имеет определенный, скажем так, протокол, да, системы заданий и действий, которые нужно проработать, чтобы с этими страхами расстаться. Да, тут за один прямой эфир не скажу. Дать физические упражнения могу на живьем, если вы в Москве приходите, 17 марта мы отдельно это проговорим и посмотрим, что можно сделать самостоятельно, да, и какие есть способы прожить. Так что очень мягко, не торопясь, да, будем потихонечку с этим разбираться. Пока через эфир могу только давать практики дыхательные и на осознание, да, это то, что мы можем сделать сегодня. Штука черная показывает лица, фигура людей, штука позволяет не сдаваться. Ну, должна сказать, что если мы эту черную штуку осознаем как помощника, она перестанет так сильно пугать, вообще прекрасно, и если мы чуть-чуть уменьшим, она по-прежнему позволит не сдаваться, да, будет помогать не сдаваться, тогда мы вообще в полном мире с этим страхом, и опять-таки мы же прекрасно понимаем, что если мы совсем-совсем бесстрашные и море по колено, то так долго не проживешь. Поэтому есть везде определенный какой-то баланс. Наша задача не загоняться, не уходить, не тонуть в этих страхах, а прям брать их на ладошку и рассматривать. Ты кто? Ты зачем? О чем ты? Что я должна сейчас увидеть? Почему ты тут? Почему? Значит, опять же, благодаря моему дорогому учителю Никите Ласову по психотерапии, он нам вкладывал ежедневно, ежечасно, что практически любые страхи это про избегание чего-то, да, и если мы избегаем смотреть в эти страхи, то мы усиливаем их, да, мы пытаемся подавить что-то, оно начинает снизу сильно давить вверх, поэтому избегая, нам все равно придется с этим в какой-то рано или поздно, наверное, встретиться, а если мы с этим встречаемся и продолжаем избегать, мы ухудшаем ситуацию, так, например, появляются агорафобии, так, понимается, появляются панические атаки. Агорафобия это когда очень страшно выйти из дома и вообще оказываться в толпе и оказываться где-то выходить на улицу. Наверняка вы слышали про подобные расстройства, когда человек все больше и больше находит поводов не выходить из дома, кому-то попросить, купи хлеба, захвати, пожалуйста, ты же рядом пойдешь, а вот я что-то так, что-то устала, можно я сегодня не пойду, наверное, сегодня встречаться, может быть, ты ко мне приедешь, это такие первоначальные стадии, потом это превращается уже прямо в расстройство. И на самом деле, если честно, любой страх это про избегание. Хорошо смотреть, чего мы на самом деле избегаем. Мне кажется, пришла пора дать практику на ресурс. Есть у меня такое ощущение, сейчас я посмотрю, сколько у нас осталось времени на сегодняшний. Мало, совсем мало. Ну что ж, ладно, давайте такую практику. Мы сейчас с вами. Снова давайте закроем глаза. Снова переведем внимание на дыхание. И позвольте себе сейчас оказаться, представьте себе место, будь это квартира, или будь это пляж, или будь это необитаемый остров, город, где-то, где вы чувствуете наиболее всего безопасно, и чувствуете поддержку, которая идет прям как будто бы со всех сторон. Возможно, у кого-то от дерева, у кого-то от воды, у кого-то откуда, у кого-то от звезд. Позвольте себе оказаться там, увидеть, как вы дотрагиваетесь ногами, до чего, на чем вы сейчас стоите или лежите. Почувствуйте эту фактуру, представьте ее, как будто вы можете дотронуться руками до этого места. Что вы чувствуете? И дышите. Вы сейчас оказываетесь в месте ресурса, даже если это где-то в космосе. Попробуйте это на ощупь. заметьте, какое это дает состояние, когда я нахожусь в каком-то невероятно любящем, безопасном месте. Как мне там дышится? Хочется ли еще вздохнуть еще глубже? Какой у меня внутренний ритм? Хочется ли замедлиться? Или я уже медленная? Медленный. Как там бьется сердце? Радостно ли? Спокойно ли? И сейчас есть возможность через вдох, через воздух вдохнуть что-то, чего мне не хватает больше всего на свете. Какое-то ощущение. Возможно, любящий свет. Возможно, вообще какое-то то, чего мне сейчас не хватает. Попробуйте наполнить все тело, даже те кусочки, те уголочки тела, которые как будто бы не готовы это воспринять. Но даже там есть возможность чуть побольше расслабиться и все-таки вдохнуть. Даже если где-то вы чувствуете давление, можно сделать, представить себе, что тело становится более пористым и вдыхает не только через рот, через нос, через макушку, через кожу, через расстояние, через промежутки между пальчиками, рук и ног. Позвоночник может дыхать. И принимайте это состояние, запоминайте все, чем вы сейчас напитываетесь, как самым легким и доступным для вас ресурсом. Вы можете это проделывать ежесекундно, каждый раз, когда вы вспоминаете хоть сто раз в день. Вам не нужна для этого никакая специальная обстановка, вы можете это делать в любом месте, просто вспомнив об этом, чего мне сейчас не хватает. Я хочу это вдохнуть. Если сейчас есть хотя бы у вас одна нога на полу, хотя бы одна часть тела касается пола, попробуйте представить себе, что вы это заземляете, как будто бы вы якорь опускаете, но только не в воду, а в землю. Там, где вы сейчас находитесь, вы оставляете след, якорь как напоминание, это работает энергетически, просто обратите внимание, что вы касаетесь пола, и здесь остается след этого ресурса, каждый раз я знаю, что если вот таким образом я дотронусь, этот ресурс будет со мной. И снова вдох через все тело, и с благодарностью принимаю, смотрите на разницу, принимать из дефицита ощущение сжатия, мне не хватает не надо еще, не надо еще, если я расслабляюсь, я с благодарностью могу это принять внутрь. вдох больше заходит. И еще больше вдох, еще нежнее, и он как будто шире, и мне позволяет сделаться шире. И сейчас вы видите свой страх где-то очень далеко, опять некий образ. Попробуйте дышать, не меняя своего состояния, вы просто его наблюдаете. пока не сопротивляйтесь, не склеивайтесь с ним, продолжайте дышать. И это ваше дыхание с вами всегда. Вы всегда можете смотреть на все, что с вами происходит со стороны, вы всегда можете включиться в этого наблюдателя, вы всегда можете подключиться к своему ресурсу. Во Вселенной всегда есть то, что вам необходимо. Хотя бы на энергетическом уровне вы можете это вдохнуть. Даже если у вас последняя копейка в кошельке, вдохните энергию изобилия. Позвольте ей войти внутрь. А дальше увидите как войдут тела. Расслабление, не сжатие. Еще больше расслабляюсь, еще больше становлюсь, еще шире становится сердце и дышит оно глубже. Я попрошу вас приоткрыть глаза, у нас осталось меньше четырех минут. Я вас хочу попросить написать сообщение, как вы себя чувствуете. если у кого-то вдруг осталось тревожное состояние, не бросайте эту историю, напишите мне в директ, так как через эфир, к сожалению, длится только час, я смогу вам ответить лично. Для тех, кому интересно, как через тело, через упражнения, через самые разные медитации, через звуки, можно прорабатывать дальше и пойти глубже, я предупреждала в самом начале, что мы сможем сделать чуть-чуть. Приходите живьем, 17 марта в Москве будет первый модуль. Все у меня написано на моей страничке в Инстаграме и Фейсбуке. Пишите о вашем самочувствии, пока осталось несколько минуточек. Сердечки это прекрасно, тоже хорошо, я их ловлю. Запоминайте этот ресурс, не выключайтесь из него, он по-прежнему с вами. Вы можете писать, прыгать, готовить, разговаривать сейчас. Эта штука в лучшем смута, ваш ресурс, она с вами в любую секундочку. Чудесно погружаться в свое место силы всегда, это правда, всегда есть. Мы как будто бы просто в радио переключаем волну, да, мы из какого-то тревожного радио, радио волны, который рассказывает про кризисы и наводнения, и ужасы, переключаемся на волну такого радио мантра внутреннее. Кстати, мантры тоже потрясающе перенастраивают. И я вам скажу, Тара, Тара помогает в работе со страхами просто наилучшим образом. Моя любовь бесконечная. крутая практика, ресурс, спасибо, Катюш, нащупала как могу. Это будет еще отдельно, я готова с тобой это обсудить, чем могу-помогу. Расслабление пошло, класс. Завтра можно посмотреть весь эфир и соединить все недостающие пазлы. Прямо дышим. Наслаждаемся этим бесконечным, безграничным ресурсом. Марья, спасибо. Благодарю всех, кто участвовал, кто еще раз хотите дальше двинуться на шажочек. Welcome. Я думаю, что будут интересные сны у многих. Пойте принять перед сном теплый душ, пускай все тревоги смоются, останется только внимание. Даже если будет странный сон, не удивляйтесь, просто наблюдайте даже во сне. Дайте своему мозгу цель, если будет что-то важное, я включу наблюдателей и во сне все пронаблюдаю. Таким образом осталось 30 секунд. Спасибо за практики, помогает более четко понять свой страх, зачем оно мне прекрасно. Голос как ручей течет. течет. Течет.